Всем привет! И мы продолжаем создавать нашу игру с Kira Construct. В прошлый раз мы остановились на том, что сделали нашему танку врага и заставили его стрелять. Так вот, сегодня мы модифицируем этого самого врага. Как именно? Врага мы сделаем таким же танком. То есть он будет за нами ездить, стрелять и таранить нас. Для этого, для начала естественно нужно добавить сам танк. Будет это у нас немецкий Tiger. Добавим корпус. Так. Поставим сразу же центр вот сюда, чтобы сюда прикрепить нашу башню. Сохраняем. Делаем, ну, примерно под размер нашего танка. Я не стану особо заморачиваться. И также добавляем башню. Вот она. Вот. И тоже центр ставим, как в прошлом уроке. Делаем ее поменьше. Примерно вот так. Теперь переходим в редактор событий и делаем примерно то же, что и делали с нашим танком. То есть в Always также добавляем setPosition для башни врага на его корпус. Как-то так. Выбираем башню. И сейчас найдем setPosition to another object. Объект выбираем. Корпус. И ImagePoint ставим 1. Так. И смотрим. Вот. Вроде прикрепилось. И давайте уберем для начала эту турель, чтобы она нам не мешала. И теперь добавим нашему врагу поведение Behavior RTS. И башне добавим поведение turret, как и нашей турели. Теперь в Always добавляем для нашей башни acute target. То есть, ну, задать цель. Целью нашего врага будет сам наш танк. И теперь добавляем событие onTargetEquered. То есть, когда цель выбрана, то наш танк RTS move to object. То есть, двигаться за объектом. Двигаться он будет за нами. Теперь проверим. Вот мы вошли в его угол обзора. Или как это назвать? В его обзор. И он стал двигаться за нами. Давайте сделаем помедленнее. Максималку. Пускай будет 200. Deceleration. 100, допустим. И deceleration. Ну, на полтинник. Rotate Speed еще меньше делаем. На 70. Чтобы у нас не был таким резвым. Вот он может крутить башней. И ездить за нами. Но в чем проблема? Проблема в том, что он в нас как бы въезжает. То есть, мы для друг друга прозрачные, можно сказать. Как это исправить? Добавляем нашему танку атрибут solid. То есть, твердый. И еще заодно, чтобы потом к этому не возвращаться, делаем Center View on Me. То есть, камера всегда будет наблюдать за нами. Мы будем всегда в центре камеры. И чтобы хоть как-то это чувствовалось, если можно так сказать, мы добавим хотя бы какой-то фон. Ну, или пол. Называйте, как хотите. Для этого добавляем уже не спрайт, а Tiled Background. Для чего это нужно? Для того, чтобы не искать текстуру огромного разрешения. То есть, как видим, у нас это все пространство, оно 2 на 2000. А вот, к примеру, нашли вы маленькую текстуру. Сейчас мне блин. Вот. Она, по-моему, там 100 на 100, если не меньше. Вот. Но главное, чтобы она была стакабельная. То есть, если такую же текстуру рядом поместить, то она бы сливалась. Вот. Такая текстура. Вот. Это и является. Такой текстурой. Так вот. При растягивании она стакается и дает более-менее такую нормальную картинку. Конечно, вот эти стыки немного видны, но хотя бы не так это заметно. Теперь делаем Order to Back. То есть, на задний план. И проверяем. Вот, камера за нами ездит. И в нас наш тигр не въезжает. Теперь нужно заставить его стрелять по нам. Стрелять он будет теми же пульками, что и наша старая турель. Для этого добавляем новое событие. Для его башни, turret, on shoot. То есть, когда стреляет. New action. Убираем башню. Turret. Нет, не turret. Spawn another object. Выбираем пульку. И image point. Пишем point. Как я учил вас в прошлом уроке. И давайте зададим опять же этот point. Вот он. Отсюда будут вылетать пульки. Ставим куда-то на конец примерно. И сохраняем. Теперь проверим. Обзор у него маленький. Надо ему побольше его поставить. Напоминаю. Turret behavior. То есть, поведение туреля у нас на башне. Так что, применять. Изменять нужно это в башне. Range. Вот он обзор. Поставим 500. Вы по желанию можете настроить. Вот. Как видим, он едет за нами и может в нас стрелять. И естественно, может нас уничтожить. К слову. Мы не видим, сколько у нас осталось жизней. Нужно это исправить. Для этого мы создадим новый слой под названием HUD. Который будет у нас неподвижен. То есть, он у нас будет зафиксирован на весь экран. А не в какой-то точке карты. Назовем его HUD. Или HUD. И scroll x, y, rate. Поставим по нолям. Так. И попробуем поместить какой-нибудь объект. Дико извиняюсь, меня тут отвлекли малеха. Так что, не обессудьте. Так вот. Попробуем добавить какой-нибудь спрайт. Допустим. Вот такой вот. Для теста. И поместить его в район квадратика. Вот этого прямоугольника. И затестим. Как видим, мы движемся. А этот квадрат нет. Поместили мы его в... В левый верхний угол карты. А отображается он у нас в левом верхнем углу. В принципе, на самом HUD. И сюда мы должны сейчас поместить наш индикатор HP. Добавляем текст. Делаем его побольше. Так. Этот тигра мы подальше сейчас уберем. Вот он текст. Делаем его побольше размером. Ну, допустим, HP сюда напишем. И сделаем его красным. Чтоб его было хорошо видно на фоне остального. И теперь, опять же, в Always добавляем действие. Text. Set. Text. И... 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 Глобальных переменных у нас нет. Мы делали, насколько я помню, приватную. Так вот, какая. Да, вот. Значит... Тыкаем Always. Text. HP. Двоеточие. К слову, любой текст... Просто чтобы, если бы... Хотели не скрипт, а... Обычный текст. Задается в кавычках. И... Каждое новое действие... Прописывается вот через этот символ. То есть, Shift и 7. Жмем. Так. Пишем. Privat. Скобочка. HP. Как-то так, вроде. Ага. А. Пишем название нашего спрайта. Спрайт 3. Вроде так. И... Как-то так, по-моему, было. Сколько мне память не изменяет. Посмотрим, что неправильное. А. Без приват. Просто. Спрайт 3. HP. Сейчас, если я ничего не накосячил, то... Вот наше HP 100. Тигр у нас стреляет. У нас они убавляются. И, опять же, бак с башней. Башня под тигра заходит. Сейчас мы ее на передний план захерачим. Так. Правой кнопкой. Order to Front. Так. Нормально. Теперь. Нужно, чтобы мы смогли убить нашего танка. Для этого, опять же, повторяем старые действия. Делаем новое событие. Нашу пулю. Он. Коллижен. Визнаназу. Обжект. То есть, при соприкосновении с другим объектом. Выбираем нашего тигра. И... Не то. Новое действие. Спрайт 3. Дестрой. И... И еще надо добавить хп, опять же, нашему тигру. Добавляем ему приватную переменную. Тоже называем его хп. И ставим на 100. Так. И опять заходим в редактор событий. И сюда добавляем... Добавляем... Систем. Нет, не систем. Тыкаем на нашего тигра. Приват веры был... Сустракт фром. То есть... Удалить или вычесть. Из хп. 10, допустим. Вот. То есть, мы будем стрелять в нашего тигра. Пуля в него попадает. Поле уничтожается. И у него из хп вычитается десяточка. И... Нужно, чтобы он умирал. То есть, он уничтожался. Опять тыкаем на него. Compare private variable. Если... Less or equal. То есть, меньше или равно нулю. Так, на всякий случай. Чтобы никаких багов не было. То... Спрайту 8. Дестрой. Башня. Дестрой. Так. Теперь посмотрим, что получилось. Стреляем в него. Все. Умер. И теперь надо... Чтобы у нас игра хоть как-то заканчивалась. То есть... Сейчас-то, когда мы умираем, мы просто умираем, и больше ничего не происходит. Нужно, чтобы нас перекидывало на новый лейаут. Так. Ищем события. Если наше хп, вот. Sprite 3 хп меньше или равно нулю. То... Наш танк уничтожить. И... Перейти на следующий лейаут. Вы можете использовать либо... NextLayout. Я лучше сделаю... GoToLayout. GoToLayout, чтобы... Ну... Никаких проблем потом не было. Пишем его в кавычках. Вот. Loose. Можно выбрать... Тайминг. То есть... Он не сразу будет туда переходить. Допустим... У вас что-то произошло. Вы, допустим, умерли. И он там ждет... Допустим, 3 секунды, чтобы написать 3000 в миллисекундах. Он ждет 3 секунды и переходит. Вот так вот. Давайте затестим. Так. Что за баг? Вот. Все. Пускай он нас убьет. Еще парочку выстрелов. Так вот. Вот он перескочил на следующий лейаут. И давайте здесь уже поработаем. Добавим нашу старую картинку. Но для начала изменим наше пространство. 1280 на 720. Во всяком случае, это у меня так. И добавим нашу старую картинку. Не она. Так, найти бы ее еще. Ну, допустим, вот это вот сделаем. Пускай будет. Чисто для красоты. И сделаем какую-нибудь надпись. Так. Ну, что-то вроде того. Побольше его сделаем. Допустим, на 40. Хотя не, многовато. На 30. О, самое то. И добавим пару кнопок. Мне лень, опять же, заморачиваться с теми старыми. Так что я сделаю просто button. Если вы хотите, то можете для красоты сделать там, в фотошопе нарисовать какую-нибудь кнопку. И заанимировать ее. Так как я показывал в первом уроке. Короче, одна кнопка у нас будет да, а вторая нет. Так вот, при нажатии кнопки да у нас будет перекидывать обратно в игру, а при нажатии кнопки нет у нас будет закидывать на layout под названием меню. Ну, то есть на самой первой. Давайте это настроим. Так, первая кнопка у нас да. Тыкаем на нее. Он button clicked. То есть кнопка нажата. System. Go to layout. Layout. Game. А если нажата вторая кнопка, то go to layout меню. Окей. Затестим. Вот мы умерли. Вот у нас две кнопки. Нажимаем да. Попадаем в игру. Нажимаем нет. Я сказал нет. Так, я ничего не накосячил. Нажимаем нет, все нормально. Так вот, смотрите, чтобы у вас в названиях layout не было пробелов, потому что они тоже учитываются. И потом вот такие вот косяки будут появляться. Так. Ну, думаю, все. В следующем видео я расскажу вам, как сделать мини-карту. И добавить на нее различные объекты. С вами был Заред. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.